Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмму Мали Рахмон, в рамках официального визита в Италию в Риме провел встречу с генеральным директором Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций Тюйду Ньюи. На встрече обсуждены вопросы сотрудничества с этим институтом ООН в сфере развития сельского хозяйства. Было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством с продовольственной и сельскохозяйственной организацией. Была выражена уверенность, что при активизации усилий сторон в будущем развитие сотрудничества будет способствовать еще более успешной реализации сельскохозяйственной реформы в Республике Таджикистан, выполнению одной из стратегических целей обеспечения продовольственной безопасности и в целом целей устойчивого развития. Было почернуто, что улучшение эффективности сельского хозяйства и укрепление устойчивого развития этого сектора является важным фактором повышения благосостояния сельских жителей. Стороны выразили свою готовность продолжать взаимодействие по улучшению использования паходных земель, предотвращению их деградации и вводу в эксплуатацию новых земель. В рамках продвижения политики развития зеленой экономики Таджикистана был признан необходимым ввоз технологий выращивания саженцев для восстановления и защиты лесов и зарослей кустарников от эрозии и вымывания земель. В рамках официального визита в Итальянскую Республику основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, после встречи с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, принял участие в церемонии представления таджикских сортов абрикоса, винограда и сухофруктов Таджикистана. Было сообщено, что абрикос как плодовое дерево имеет более чем четырехтысячелетнюю историю и, по мнению ученых, территория Таджикистана признана одним из регионов его происхождения. Абрикос имеет важное экономическое, питательное и лечебное значение. Богатый химический состав плодов и косточек абрикоса стал причиной его признания в качестве диетического продукта. Согласно статистическим данным, в последние десятилетия, во всем мире площадь абрикосовых садов и производство фруктов возрастает. Климатические условия регионов Таджикистана благоприятны для выращивания абрикоса. В Таджикистане создано 64 тысячи гектаров абрикосовых садов, из которых 50 тысяч гектаров составляют плодоносные сады. В ходе представления абрикосового дерева, его свежих плодов и сухофруктов, было сообщено, что ежегодно Таджикистан экспортирует до 90 тысяч тонн сухофруктов, большую часть которых составляют сушеные плоды абрикоса. Таким образом, Таджикистан входит в число основных стран-производителей абрикосов. Следует отметить, что только за первые три месяца 2024 года из Таджикистана в Итальянскую республику впервые было экспортировано 66 тонн абрикосов. Было почернуто, что правительство республики Таджикистан имеет плодотворное сотрудничество с продовольственной и сельскохозяйственной Организацией ООН, в результате чего в нашу страну было завезено несколько сортов абрикоса. В завершении церемонии в целях укрепления сотрудничества руководству продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН были вручены образцы саженцев различных таджикских сортов абрикоса и винограда. Как было отмечено, в настоящее время между рабочей группой Таджикистана и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН налажено сотрудничество по включению ряда регионов и сельскохозяйственной продукции нашей страны в систему сельскохозяйственного наследия мирового значения. И в ближайшем будущем должны быть объявлены первые результаты этой совместной работы. В рамках официального визита в Итальянскую республику основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмумали Рахмон провел встречу с представителями таджиков, проживающих в Итальянской республике, в том числе со студентами и сотрудниками авторитетных организаций и учреждений, расположенных в этой стране. В ходе встречи глава государства, уважаемый Эмумали Рахмон, первым делом поинтересовался их условиями учебы и работы. Президент страны отметил растущую поддержку и заботу правительства Республики Таджикистан, пребывания зарубежных соотечественников, особенно молодежи, которые занимаются изучением наук и ремесел за рубежом. Лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон, назвал требованием времени знания иностранных языков и овладения тонкостями современной техники и технологии. Было почернуто, что в рамках внешней политики страны и сотрудничества со всем миром ежегодно выделяются квоты для продолжения образования молодежи, а для рабочих мигрантов принимаются важные нормативные акты, регулирующие их пребывание. В ходе встречи президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, также прокомментировал сложную и быстро меняющуюся ситуацию в мире и призвал молодежь к бдительности и любви к родине.